когда за майдан начали наверное всем надо молчать молчать потому что те кто был там и кто хоронил и когда чьи палатки горели все мы это прошли но я я хочу я я говорила на вашей этой передаче для меня самое страшное было что когда мы после майдана назначили первое правительство а вы знаете что мой телефон бизнес знает весь 17 лет я его в прямом доступе когда они мне стали звонить после майдана что схемы остались те же процент немножко снизился откатом я звонила пусть мальдановским министром и говорила что ты делаешь что ты делаешь он гитая меньше беру они вам говорили мы снизили да я говорю так они брали по результату а ты с аванса у меня было такое состояние что я смотрела на прокуроров мы меняли одного на второго мы когда ты понимаешь что ты с этим стал человеком стоял и тебя били убивали и тут пришли как будто ты понимаешь что библии все это написано что испытание властью деньгами проходит очень мало людей самое страшное что потом они выходили и говорили что нужно всем затянуть пояса я тогда еще сказала прошло три года они не сказали что это на шее потому что сейчас когда три года проходишь и ты смотришь те кто тебе сказал затянуть пояса в это время стали намного богаче тот же президент 50 миллионов получил только на облигации он что не мог сказать это всему народу что 50 миллионов придет просто так ему когда у меня 8 долларов это была одна цена а сегодня это 30 будет каждый человек стал беднее в четыре раза каждый а он брал вот эти новые поборы вы видите что эти люди ответят за это подождите самое ужасное я говорю как государственный чиновник я пусть меня слышит мвф господин президент пока вы не изменитесь и не остановитесь мы что не понимаем что госпожа гонтарева и господин который возглавляет фонд войцеховский или как его вода турский дали как фамилия фонд гарантирования ворушилин перспрошу воры господин вовк мальчишка которого вы посадили на нкре который был розничной продажи показался как миллионер воры посмотрите железная дорога смотрящие ндс отказа это что никто не знает и когда сегодня правительство выходит и говорит мы знаем что нет коррупции в тарифе ребята мы вам вот говорим давайте же мы вам расскажем уже премьер и не рассказали ему но вы меня простите пожалуйста когда мы понимаем что секретарша букр газодобычи получает 60 тысяч гривен ребята остановитесь про какие вы говорите реформы самое страшное что они не сделали а они не я не знаю как они спят как они не боятся жить потому что вот вы говорите горит земля им действительно некуда бежать я понимаю что мы останемся на этой выжженной земле но самое страшное что они не сделали они внутри себя остались теми же теми же кто работал тогда в правительстве януковича теми которые пришли на церва ли и вкрали вот это вот этого ужас а все кто пытается им говорит что это нельзя делать это про кремлевские не дело это не путин нам это сделал путин войну нам сделал но когда ребята оттуда звонят и показывают что мы всей продолжаем страной закручивать нельзя поэтому я всех прошу встать я прошу встать помянуть тех ребят и все вы здесь от фракции кто есть когда бы мы что не голосовали пожалуйста помните помните тех первых расстрелянных помните каждого кто сейчас погибает самое ужасное что дети будут отвечать и после чиновники кто нас слышат если не мвф то вас все равно достанут потому что в такой бедности до такого ничтожества вы еще просто никто не опускался а